В 2007 году история BioShock открылась сценой в салоне самолёта, летящего над Атлантическим океаном. Спустя 7 лет всё закончилось в этом же самолёте. Очевидно, эта сцена и есть точка разрыва того самого круга, о котором поётся в старой христианской песне, отрывком прозвучавшей в заключительной игре серии BioShock Infinite, вышедшей в прошлом году. Детали меня сейчас. Отметим также, что основные события BioShock разворачиваются в первой и третьей играх трилогии. Вторая часть является отдельной игрой, не менее гениальной, но почти не влияющей на сюжетную канву. Зато там много можно узнать об устройстве местной вселенной. Тем не менее, о ней как-нибудь в другой раз. В 1960 году молодой человек по имени Джек летел из Англии в Сан-Франциско. В ручной кладе у него была коробка, подписанная его фиктивными родителями. Будь любезен, не открывай, пока не окажешься в таком-то месте. Нужная точка была отмечена в послании географическими координатами. Подчиняясь приказу, Джек вскрывает упаковку и обнаруживает в коробке пистолет и еще одну записку. На этот раз с просьбой захватить самолет и обрушить его в водоатлантики. Обратите внимание, что каждый раз при необходимости сделать что-то конкретное, к герою с нарочитой вежливостью обращаются через фразу «Будь любезен». Игроку все эти детали изначально недоступны. Как и герой, он не обращает внимания на такую мелочь, как форма обращения, которая в итоге оказывается ключевым элементом всей игры. Сцена захвата самолета остается за кадром, и прямым текстом о ней говорится сильно позже. Сама же игра фактически начинается с того, что Джек понимает, он единственный выживший в этой катастрофе. И все, что он может сделать, доплыть до маяка, так кстати, оказавшегося в пределах 20 метров от места крушения. В маяке, как немедленно выясняется, никто не живет и никогда не жил. Маяк — единственное средство сообщения с поверхностью для подводного города под названием «Восторг», раскинувшего свои ретро-футуристические сияющие неоном небоскребы на дне Атлантического океана. Город построил магнат Эндрю Райан, в год революции бежавший из России, обосновавшийся в США и заручившийся поддержкой нескольких передовых ученых самых разных профессий. Как был построен город на дне океана — отдельная история, самая важная веха которой — открытие вещества под названием «Адом». Выяснилось, что моллюски, обитающие на дне океана в окрестностях города, выделяют особое вещество, предположительно представляющее собой стволовые клетки в чистом виде. Это открытие полностью изменило облик «Восторга» и его инфраструктуру. Эндрю Райан, занимаясь постройкой «Восторга», руководствовался простой мыслью — в город попадают только лучшие. Люди, реализацию талантов которых тормозит существующий в их стране государственный строй. «Восторг» лишал творцов, ученых, врачей и инженеров рамок морали, цензуры и финансов и предоставлял площадку для безграничного развития. С появлением Адама это развитие резко ускорилось. Награжденные способностями, недоступными простым смертным, обитатели «Восторга» немедленно начали сходить с ума, одержимые зависимостью от обнаруженной чудо-сыворотки. Параллельно с этим развивался соперник Эндрю Райана, магнат Фрэнк Фонтейн, открывший городу доступ к высоким по меркам того времени технологиям. Жажда Фонтейна к монополии и стремительное развитие его бизнеса Фонтейн Фьючеристикс в итоге привели к открытому конфликту с Райаном и Гражданской войне. В результате город превратился в руины, полные загадок и вопросов. Именно в таком состоянии и находит его главный герой первой части «Байошок». От былого величия тут остались только так называемые «большие папочки» – вооруженные водолазы, охраняющие странных маленьких девочек, которые собирают Адам из трупов сумасшедших обитателей некогда прекрасного города. Безвольно повинуясь вложенной в него программе, Джек следует командам своего поводыря – некоего Атласа, мужчины, представившегося пострадавшим от репрессий тирана подводного восторга Эндрю Райана. В самом начале игры Атлас спасает герою жизнь, помогает освоиться в восторге и просит найти его семью, по рации указывая, куда идти и что делать, подозрительно оперируя ключевой фразой «Будь любезен». В финале и только в финале выясняется, что неброская реплика, рефреном прошедшая через все время игры, была главным рычагом управления героем. Сидь, будь ты любезен. Сидь, будь ты любезен. Кен Левин, руководитель студии Rational Games и ведущий сценарист проекта, убил тем самым сразу двух зайцев, заставил игрока почувствовать себя круглым идиотом, под носом у которого творились страшные дела, и заодно ликвидировал и аккуратно высмеял главное клише шутеров от первого лица. Зачем я туда иду? Почему мне в ту дверь, а не в эту? Почему бы не сесть в батискаф и не уплыть обратно на материк, где безопасно? Почему этому человеку я доверяю, а этого считаю злодеем? Потому что, будьте любезны, поняв, что он лишь марионетка в руках заговорщиков, преследующих собственные цели, Джек также узнает, кто он на самом деле. Рожденный в восторге от одной из любовниц Эндрю Райана, стриптизерши Жасмин Джалин, он был выкуплен исследовательницей Адама Бриджит Тененбаум, выращен искусственным образом под присмотром доктора Сучонга и отправлен на поверхность в качестве запасного плана Фрэнка Фонтейна. Последний, инсценировав свою смерть на пороге гражданской войны, из индустриального магната, презираемого толпой, перевоплотился в народного героя Атласа, за которым готовы были следовать многие. В какой-то момент Атлас заполучил туз в рукаве, ключевую фразу «Would you kindly», разработанную тем же доктором, что вырастил Джека. Именно эта фраза и позволила вернуть Джека в восторг и манипулировать игроком. А этот туз ему принесла Элизабет, та самая девушка из вступления к этому видео, главной героини Байошок Инфинит и, как выясняется в самом финале трилогии, фактически ключевая фигура всего изысканного мира Байошок. Откуда она взялась и как связаны события двух игр, отдельный разговор. Кто ты? Меня зовут Дуит. Я друг. Моя огонь свежая. Ты настоящий? Я настоящий. Моя огонь свежая. Он пришел. Ты должен идти. Почему? Ты не хочешь быть здесь, когда он пришел. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Байошок Инфинит Байошок Инфинит Байошок Инфинит Байошок Инфинит Байошка 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 Инфинит После шокирующей своей красотой катапультации Дэвид попадает в невероятно светлый и жизнерадостный город. Настоящую утопию, идеальную Америку в вакууме. Первый час по городу можно просто гулять, зайти на ярмарку, принять участие в розыгрышах, и тут же в глаза бросится несколько деталей. В частности, по всему городу развешаны плакаты со странной пропагандой. Создатели Колумбии, в статуе, расположенной в центре городской композиции, пытаются уберечь некоего Агнца от лжепророка, узнать которого, в частности, можно по метке на руке. Дэвид с удивлением обнаруживает у себя на руке именно эту метку, но все еще не понимает самого главного. Лжепророком в этом городе называют именно его, к его приходу здесь готовились, его ждут. Обратим внимание на детали. К Букеру подбегает мальчуган и передает записку, в которой сказано, что бы ни случилось, не выбирай номер 77. Через минуту на лотерее Букеру, разумеется, выпадает номер 77. Неужели кто-то предвидел его неудачу? Незадолго до этого игрок снова встречает двух элегантно одетых людей, тех же, которые везли его в лодке к маяку. Они подбрасывают монетку между собой, выясняя, Орел ли выпадет Букеру или Решка. Букеру выпадает Решка. Один из собеседников перечеркивает на доске, висящей на шее напарника, очередную засечку и приговаривает, всегда Решка. Так происходит эпизодическое знакомство с Робертом и Розалиндой Лютесами, физиками-близнецами, которые на самом деле, как и Камсток с Букером, один и тот же человек из двух параллельных вселенных. Именно Лютесы заварили эту кашу с расслоением реальности и пересечением одних и тех же людей в разном времени, пространстве, эпохах и обстоятельствах. И если вовремя поставить игру на паузу, можно обратить внимание, что это 123-я попытка физиков угадать Орла в руке Букера Девита. Встречи с Лютесами в Bioshock Infinite также имеют особое значение не только относительно сюжета. Каждый раз они дают игроку право выбора, который на самом деле ничего не значит. Тем самым создатели Bioshock высмеивают еще одно игровое клише. Возможность выбора дающей игроку, как правило, мнимую свободу действия. Через какое-то время Букер находит искомую девушку по имени Лизбет. Та в заперти много лет увлекалась книгами и экспериментами с перемещением во времени, отчасти вдохновленными прочитанным. Спасая ее из своеобразной тюрьмы, Букер узнает, что Лизбет — дочь Камстока, и сам Камсток начинает плавно намекать на дальнейшее развитие событий. Постепенно все складывается воедино. Физики-экспериментаторы, контролируемые дыры в пространстве на временном континууме, лжепророк, фальшивая радужная обложка небесного города и даже наперсток на мизинце Элизабет. Где-то в промежутках между пыльной и громкой стрельбой перед Букером открывается правда. Приняв баптизм и построив Колумбию, Букер, теперь уже Камсток, в своей вселенной страдал от бесплодия. Заручившись поддержкой физиков-лютесов, в одной из параллельных вселенных Камсток нашел другого себя — Букера Девита, ставшего частным детективом, увлекшегося азартными играми и алкоголем, и предложил ему продать новорожденную дочь. На пороге пространственного временного разрыва Дэвид в последний момент решает не отпускать дочь. В итоге разрыв захлопывается, и девочка оказывается по ту сторону, оставив отцу лишь маленький кусочек своего мизинца. Здесь же становится понятно, почему игра носит под заголовок «Инфинит». Букер, Элизабет, Камсток и физики оказались внутри сказки с плохим финалом, конца и края которой не видно. Букер раз за разом пытается исправить ошибки былых времен, но у него ничего не получается. Единственный способ предотвратить все эти события — убить самого Букера, тем самым исключив из летописями раздания и Камстока, и проданную дочь, и воздушный город, и бесчисленные кровопролития, участниками которых герои становятся на протяжении всей игры. Это Закхари Камсток. Камсток, 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 К Казалось, в Infinite все вопросы были закрыты История получила заслуженный финал, но осталась одна деталь А в заключении Bioshock Infinite Элизабет приводит Букера в восторг Тот самый подводный город из оригинальной игры 2007 года Никакой связи между этими играми, казалось бы, нет Как минимум потому, что события находятся на существенном хронологическом расстоянии друг от друга Тем не менее, связь нашлась Настоящий финал истории припасен в дополнении для Bioshock Infinite Под названием Bury Let's See Первый эпизод Bury Let's See начинается странно Букер Дэвид сидит в кресле частного детектива, будто бы реализовавшись на поприще сыска В качестве клиента к нему приходит Элизабет Но сцена строится таким образом, что становится ясно Она знает, кто перед ним, а он не знает о ней ничего Дверь открывается и выясняется, что герои снова в восторге В городе на дне океана, в котором на момент событий дополнения все хорошо и спокойно Роскошный ресторан, женщины в шикарных вечерних платьях Таким, очевидно, и видел себе город своей мечты Эндрю Райан Абстрактное задание по поиску пропавшего ребенка все выворачивает наизнанку По ходу повествования Букера навещают странные видения Будто бы флешбеки, природу которых объяснить не может ни он, ни Элизабет В финале все сводится к тому, что Элизабет намеренно тащила Букера в ловушку А тот оказалось вовсе не Букер, а лишь его очередное воплощение Причем из реальности Камстока В одном из вариантов развития событий история с продажей Элизабет, тогда еще Анны, Захарии Камстоку Кончилась еще более трагично При закрытии пространственно-временной дыры малышке отрезало не мизинец, а голову Потеряв самообладание, Камсток, построивший Колумбию, попросил физиков-лютесов перенести его в то место, где призраки прошлого не будут его преследовать И стереть ему память Так он и оказался в восторге Среди других членов этого закрытого сообщества В финале первого эпизода Берри Лет Си последний Камсток оказывается найден и убит И казалось бы, на этом историю точно можно сворачивать Но авторам, к счастью, этого показалось мало И они решили пойти до конца Второй эпизод Берри Лет Си предлагает играть за Элизабет Все начинается там же, где закончилось На месте убийства последнего Камстока Атласа и его подопечные пытаются вытащить из вентиляционной шахты девочку Которую Элизабет оперировала в ходе обмана Камстока Чтобы спасти малышку, Элизабет говорит бандитам, что способна им помочь Принести некий туз в рукаве, разработанный ученым-сученгом Развязав Атласу руки в едва начавшейся гражданской войне с силами Эндрю Райана Хронологически события второго эпизода Берри Лет Си разворачиваются накануне старта первой части Байошок Здесь объясняется многое, и логически игра закрывает ряд серьезных вопросов к сценарию Спустя минуту после начала Элизабет находит свой собственный труп Обнаруживает, что мизинец у нее на месте, зато больше нет способностей к разрыву пространства и времени Как говорит она сама, во втором эпизоде Берри Лет Си мы играем за Элизабет в суперпозиции Она жива и мертва одновременно, и никто, кроме физиков-лютесов, которые всю игру где-то пропадают Не может установить ее истинное состояние Атлас верит ей на слово, и Элизабет отправляется на свое задание, даже не зная истинных мотивов Ведомая Букером по рации, который вполне возможно не более, чем голос у нее в голове Из разных дневников, найденных в процессе прохождения, выясняется много интересного Например, что Сучонг исследовал разрывы в пространстве времени после первого появления Элизабет в восторге в 1959 году Когда она явилась убить Камстока, замаскированного под частного детектива Исследования привели к связи с Финком, магнатом из Воздушной Колумбии, жившим за много лет до основания восторга Финк позаимствовал из будущего дизайн большого папочки Ученые вместе экспериментировали на тему технологии импринтинга Для привязывания огромного летающего стража-соловья к Элизабет и больших папочек к добытчицам-сестричкам Из восторга же в Колумбию попали и мутагены, дающие людям суперспособности В финале, на этот раз настоящем, Элизабет находит туз в рукаве Супероружие, созданное Сучонгом Им оказывается записка с зашифрованной фразой Что бы вы думали? Будь любезен! Передавая записку Атласу, который уже заранее начал праздновать свою победу Элизабет бросает Ты думал, я дура, Атлас Но нет, дурак здесь ты Атлас бьет Элизабет гаечным ключом и бежит заниматься своими делами Умирая, Элизабет видит будущее Джек, обрушившийся на затопленный город с небес Рушит планы Атласа и освобождает всех детей, порабощенных городом утопией Со спокойной улыбкой на лице умирает и Элизабет Ее роль в этой пьесе сыграна Дальше все пойдет своим чередом История Байошок закончена Возможно, не так, как кому-то этого хотелось бы Возможно, слишком многословно Тем не менее, это одна из самых глубоких, смелых и целостных историй Которые когда-либо знали видеоигры Надеемся, что помогли вам разобраться с путаницей, возникшей по итогам прохождения Если нет, советуем обратиться к источнику и пройти первую часть Байошок еще раз Имея на руках все факты, смотреть на эту игру становится еще интереснее Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok